Займемся заливкой. Для этого нам потребуется пряник с переведенным рисунком, схема с цифрами, которые означают последовательность заливки, белая заливочная глазурь, которую я спрятала под влажное полотенце, чтобы кончик насадки не сох. Вы можете заливать пряники как через насадку, так и просто срезав кончик мешка. Также нам потребуется шило или зубочистка, чтобы править рисунок и выгонять пузыри. Находим циферки 1, у нас это хвост, вот эта часть гривы, вот эта циферка, вот циферка 1, вот и вот. Вот эту часть ножки тоже нужно залить в первую очередь. Очень необъемно, тонко. Если весь рисунок не удалось закрыть, особенно вот эту часть карандаша, внешнюю, ее обязательно нужно закрыть глазурью, ее никто не должен видеть, кроме вас, то можно взять шило и вот такими круговыми вибрирующими движениями распределить глазурь. Делаем это очень быстро, пока она не начала засыхать, то есть у вас есть буквально 1-2 секунды после заливки, чтобы подправить недостатки или выгнать пузыри. Хвост, обратите внимание, я сделал очень объемным. Гриву делаем достаточно объемную. Вот эти элементы начинаем с центра и постепенно расширяемся в края, это важно. Если мы возьмем, обведем этот овал, а затем зальем центр, то может попасть воздух, он как бы запечатывается внутри маленького элемента. Это чревато тем, что после засыхания у вас могут провалиться элементы, поэтому, ну то есть взяли, обвели, потом сверху налили глазурь, внутри запечатался воздух. И в таком случае может все пойти не очень хорошо, поэтому не делайте так, а работайте из центра, постепенно расширяясь в края. Все, закончили. Ждем, когда циферки 1 покроются тоненькой пленочкой. Вы ее сразу увидите, то есть вот в этих местах по краю глазурь начнет становиться матовой. Полного высыхания дожидаться не нужно, потому что необходимо как можно скорее использовать глазурь. Она, когда полежит, становится хуже. То есть, чем быстрее зальем и пряник, тем будет лучше. Но, если мы начнем это делать прямо сейчас, когда не прошло достаточно времени, когда пленочки вот тут еще нет, то все части пряника, они сольются и будет некрасиво, а мы хотим хороший объем каждого элемента. Количество времени, которое потребуется на засыхание этих элементов, зависит от влажности в помещении, от размера элемента, от глазури, да, то есть более жидкая глазурь сохнет дольше, более густая быстрее. Но примерно вот на такие элементы уйдет 2-3, максимум 5 минут. То есть, через 5 минут мы можем заливать этот пряник. И в этой связи удобно делать не один пряник, а сразу 5. То есть, пока вы заливаете последний пряник, у вас первый уже подсох и вы можете переходить к циферкам 2. Все, ждем 5 минут и будем продолжать заливку. Посмотрите, что произошло. Иногда при заливке вот таких вот маленьких элементов, если внутри попадется какой-нибудь пузырь и он постепенно всплывает вверх, и оказывается под поверхностью глазури. Он лопается и образуется вот такая вот дырочка. В таком случае лучше снять элемент и залить новый. Итак, у нас появились тонкие пленочки и даже кое-где корочки вот на этих деталях и мы можем заливать циферки 2. Закрываем весь карандаш. Помогаем корректировать форму шила. Льем сначала в центр, а потом расширяемся, чтобы не было провалов. Вот тут хочется еще объем отдать. Вставляем и вдуваем. Идем пленочек и будем заливать циферки 3. Что у нас тут с единой рожкой? Все хорошо, только вот эта вот часть провалилась. Видимо тоже был пузырь. И сейчас мы ее опять же снимем и переделаем. Теперь у нас идут циферки 3, это ушки и тело. Заливаем первым делом вот эту ножку. Хорошенько вдуваем прямо вот в ногу, чтобы она была кругленькая, объемная. Само тело уже не будет таким объемным. Двигаемся дальше, по верху. Вот тут сильно много не льем, где шея. То есть она не должна быть сильно объемная. И завершаем вот в этом месте. Готово. И ушки. Ушки, посмотрите, они должны быть как капельки. То есть вот это место довольно кругленькое, объемное. А основание узенькое и необъемное. Проверьте, чтобы они были примерно одинаковые. Если какой-то дефект, используйте влажную кисть. Вот, например, здесь я слишком широко отдала. Беру влажненькой кистью и почищаю. Ага, у меня там открывается карандаш. Этого быть не должно. Беру шило и ушко раздвигаю. Так как это по-любому придется большим делать, значит мне нужно расширить и это ушко. Увеличиваю его и немного расширяю. Все, ждем, когда тело вот в этом месте покроется пленочкой и будем отсаживать голову. Совсем забыла вот про эту часть, это была циферка 2. Ничего страшного нет, пока тело сырое, эта маленькая частичка успеет уже высохнуть. Поэтому заливаю ее сейчас. Повторюсь, ничего страшного не произошло. Кстати, как эти циферки я расставляю? Делаю это самостоятельно, то есть смотрю в интернете фигурку, которая мне нравится. Или рисунок какого-нибудь мультгероя, неважно. И рисую его схематически. И затем смотрю, что на заднем плане, то будет заливаться первым. Что более объемное, что идет на переднем плане, то это будет заливаться последним. А также нельзя заливать сразу две детали, которые стоят рядышком, то есть чередую. Через одну заливаю вот таким вот образом. Все, циферку 2 залили. Ждем теперь тонкой пленочки тут, на теле. Она уже почти появилась. Я думаю, что минут пять будет достаточно и зальем голову. Тело покрылось тонкой пленочкой и я могу заливать голову. Цифра 4. Начинаю снизу. Вот в этом месте. Сверху большой объем не наносите. Вот это место должно быть объемное. То есть вставляем внутрь насадку и вдуваем туда хорошо большое количество глазури. Двигаемся, двигаемся, чтобы глазурь растекалась, чтобы все было гладенько и красиво. Уменьшаем количество глазури и доходим до верха. Челку можете закрыть немножко, так будет удобнее потом пряди рисовать. Срочно убираем все пузыри, которые только могут образоваться. Дело в том, что на лице их быть не должно ни в коем случае. То есть на другой части тела ничего страшного нет, если они получились. Но на лице никак не должно быть их. Вибрируем шилом и выводим его через верх. Ждем подстывания головы и займемся вот этими вот прядями, которые у нас остались. Теперь заливаем циферки 5 вот в этой части. Это у нас гриба вот в этой части. Хороший объем вдуваем туда. И вот сюда на тело выводим такую красоту локон. Ага, не закрыла карандаш, обязательно это сделаю. Расширю глазурь. То есть циферки 5 у нас вот мы залили и вот. Здесь аккуратненько выводим пику и как бы вверх. То есть я шилом вхожу в массу глазури, прохожу и вытягиваю вверх. Строго вверх, чтобы не поломать то, что у нас есть по соседству. Ага, красота, все готово. Ждем пленочек и заливаем последние циферки. Хороший объем набираем вот в этой части и вот тут. Прекращаем давить, убираем пику. Помогаем себе шилом, если это необходимо. Вот тут обратите внимание, не хватило объема. Добавлю. Сделаю грибу пышнее. Это будет хорошо. Все равно дырка. Видите ее, да? Что ж, придется еще добавлять. Прекрасно. То, что нужно. И посмотрим сюда. Вот эта часть, циферка 6. Достаточно длинный будет локон. Крутите пряник так, как вам удобно. Вот тут рядом с рогом сильно большой объем не лейте. А вот чуть-чуть поодаль от него надо. Вот здесь вот будет максимальный объем. И пику выводим очень аккуратно движением вверх. Все, красота. Теперь дожидаемся полного высыхания пряника. На это потребуется в зимний период, когда у нас в помещениях отопления порядка 5 часов. В летний период может потребоваться 12 и даже 20 часов. Пряники полностью высохли и теперь можно их расписать. Для этого нам потребуется водичка. Обычная. Кисточка синтетика номер 1 или 2. Ну, то есть такая тоненькая, остренькая. Жидкие гелевые красители. Голубого, желтого, розового. Розовый у меня Америкалор. Называется оттенок Электрик Пинк. Я у других производителей такого оттенка яркого, насыщенного, очень красивого еще не встречала. А также потребуется черная краска. Я использую краситель Америкалор. У него очень хороший, насыщенный черный цвет. Остальные все краски используют топ продукт, российские. Но вы можете брать любые, польские, какие есть. Даже можно взять порошковые и развести их водой. Например, если нет белой краски, то берете диоксид титанов, порошки, разводите водой и получаете краску, которую можно рисовать. Также у меня здесь оттенок коричневый. И все. Это все, что нам нужно. Фиолетового у меня нет. Я буду создавать его при помощи смешивания голубого и розового. Это что касается жидких красок. Также, если у вас есть возможность приобрести порошковые красители, которые называются цветочные пыльца, я предпочитаю фирму Sugar Flare. У нее очень красивые оттенки. Можно сделать щелочки, можно сделать тени. Оттенки у меня Fuchsia и Ice Blue. Для них потребуется салфетка или бумажное полотенце. И также вот такая кисть сухая, синтетическая, плоская. И единичка тоже сухая. Это будем мы щечки тонировать. И звездочки, цифру, а также рог мы будем покрывать металликом. Чтобы сделать это красиво, нам потребуется глюкозный сироп. Буквально капля. Вот здесь она смешана с кандурином. И немножко я добавила туда водки. Кисточка восьмерка, плоская. А также нужна будет кисточка номер 10 или 8. И порошковый кандурин. То есть именно не разведенной глюкозой, а в порошке. Чуть позже покажу для чего все это нужно. Займемся единорожкой. Я беру порошковый голубой краситель. Повторюсь, если у вас их нет, просто пропускайте этот шаг. Макаю кисточку в палитру или в баночку с краской. И об бумажное полотенце тщательно растираю кисть. Таким образом, чтобы ничего не сыпалось. И вот должно быть ощущение, что там вообще нет краски. Чуть-чуть мажет. Прислоняю кисточку в стык элементов глазури. И прокрашиваю эти места. То есть мне хочется, чтобы от гривы на лицо падала легкая-легкая тень. А также от головы на тело. Это будет смотреться красиво, объемно. Вот в этих местах пройдусь тоже. Оттенок нужен именно нежный голубой, не яркий. Я часто на Новый год, когда пряники делаю снеговикам, создаю такой объем. Это очень красиво. Если у вас есть где-то крошки, ни в коем случае их не сдуваем. Потому что это пища. То есть мы не можем ни ингредиенты, ни инструменты не облизывать, не дуть на них. Поэтому здесь используем не воздух из своих легких, а веерную кисть. Это синтетика. Она очень легкая и ничего вам не размажет. Просто снимет какие-то крошки, которые есть у вас на торте или на прянике. Почистили. И теперь сделаем щечки. Оттенок называется фуксия. Макаю сухую кисточку. И теперь буду двигаться не вдоль элементов, а сверху вниз. Вот в этой зоне, где будут у меня щечки. Вот такая милота. Сильно много не надо. Чуть-чуть. Ни в коем случае не двигайтесь из стороны в сторону. Иначе там какой-нибудь пузырь нечаянно будет где-нибудь внутри. И вы его сейчас покажете очень явно своим окрашиванием. С порошками разобрались. Все готово. Больше я ничего делать здесь не буду в порошке. И переходим к росписи жидкими красителями. Начнем с желтого цвета. То есть я всегда начинаю с более светлых тонов. Хорошенько промойте кисть. Вот у меня там был по всей видимости коричневый цвет оставался. Макаю в желтую краску. И тщательно развожу водой. Затем беру бумажное полотенце. Вот оно у меня уже такое красивое. И подсушиваю у него кисточку. Начинаю окрашивать гриву. Каждый элемент по краям. На лицо не заезжаю. То есть лучше не дойти до края детали. Но пусть будет чистый элемент тела, голова. То есть мы их не касаемся. И по центру яркую такую полосочку. Вот этот элемент у нас будет желтым цветом окрашен. И по центру полосочку. Полосочки, обратите внимание, вот отсюда от основания рисую по центру. Затем тщательно выполаскиваю кисть. И хорошенько просушиваю об бумажное полотенце. И растираю вот этот яркий тон. В результате где-то в центре у меня получаются блики. Если блика не получилось, то вы можете взять и просто пальчиком стереть краску. И у вас эти места выпуклые сразу становятся более светлыми. Хочу объяснить, для чего я подсушиваю кистью бумажное полотенце. Дело в том, что если она будет сильно влажная и я коснусь ей пряника, то глазурь может начать разъедаться и будет некрасивый эффект. А нам хочется, чтобы сохранился глянец. Вот именно поэтому кисть должна быть полусухая. Теперь давайте окрасим розовые элементы. Я хорошенько развожу розовую краску. То есть беру много воды. Очень много воды. Затем подсушиваю кисть. И вот тут у меня копытца будут розового цвета. Рисую полосочки. Обратите внимание, я не рисую строго прямые линии. Они немножко идут дугой, как улыбочка. Сделала полосочки. И теперь беру более яркий тон. Подсушиваю кисть. И снизу также подчеркиваю копыта ярко-розовой краской. Хочется более яркий цвет по краям этого элемента. И вот тут. Споласкиваем кисть. Подсушиваем обумажное полотенце. Тщательно подсушиваем. И растираем яркий тон на копытцах. Это мы делаем, чтобы у нас был плавный переход постепенный от яркого к светлому. Тут нет блика. Я его сделаю. Просто кисточкой соберу лишнюю краску. То есть чистая влажная кисть. И прохожусь ей по центру. Оп. Влажная имеется ввиду полусухая, естественно. Теперь советую поменять воду. Потому что тут у меня теплые оттенки. И голубой цвет получится нечистым. Хорошенько промою кисть уже в чистой воде. Набираю голубую краску. Хорошенько ее разбавляю водой. Ярко. Слишком ярко. Вот так хорошо. И подсушиваю кисть обумажное полотенце. Затем начинаю рисовать гриву. Очень ярко. Хочется еще нежнее. Это тоже ярко. Ну, я думаю, вот такой оттенок мне годится. Видите, очень много воды. Надо ее убрать. Споласкиваем кисть. Подсушиваем. Тщательно подсушиваем. И растираем яркий голубой тон. Все остался фиолетовый оттенок. Я смешиваю голубой с розовым. Вот такой мне цвет нужен. Разбавляю его водой. Подсушиваю кисть. Уже почти готова. Осталось нарисовать глазки и сделать тени. Пока у нас яркие краски сохнут, займемся росписью лица. Сделаем глазки, мордочку и носик. Для этого берем кисточку. Можно, кстати, пересесть на тоненькую. Я вам это очень советую. Вот у меня есть такая замечательная кисть. Она была единичкой, но я ее подрезала. Смачиваю, окунаю в черную краску. Первые линии будем рисовать полупрозрачно. То есть я хорошо развожу краску водой. Затем тоже подсушиваю о бумажное полотенце. И этой кистью я буду как бы намечать линии. Вот в этой части у меня будет морда. Рисуем один раз. Второй попытки не будет. И в этой связи еще хочу пожелать делать несколько пряников сразу. Потому что если вдруг чего, выберите самый красивый. А с опытом придет ощущение, как можно рисовать за один прием. Можно намечать себе линии каким-нибудь шилом. То есть аккуратненько, легонечко процарапать основные точки. То есть, допустим, кругляшечки глаз и вот эту линию морды. Процарапали и потом сверху уже обводим. Так будет, наверное, проще для начинающих. Но я рискну и вам того же желаю. Провела линию морды. Тут у меня будут ноздри. То есть я намечаю не шилом, а вот этой тонкой кистью с полупрозрачной краской на ней. Вот в этой части у меня будут глазки. Смотрим, чтобы глазки были одинаковые. Не совсем одинаковые. Вот эта оказалась больше. Соответственно, левый глазик я сейчас тоже буду увеличивать. Угу. Все, линии наметила. Можно рисовать. У мультяшек красиво смотрятся глазки, которые посажены не близко друг к другу, а пошире. То есть всегда старайтесь делать глазыньки широко и тогда персонажи все будут сказочными и красивыми. Теперь уже я могу взять яркую краску, ни в коем случае не водянистую, и обводить все элементы. Будьте осторожны, вы можете обляпаться вот в этом месте и испачкать пряник. Одна ноздря, такие как за петушечки получаются. У вас ниже будет фотография, и если есть возможность распечатайте ее или монитор пусть будет перед вами, чтобы вы смотрели как это выглядит. Вблизи, ну или здесь, может быть вам тоже хорошо видно. Повторюсь, не ярко, лучше два раза провести. То есть подсушите кисть хорошо. И одним движением кисточки. Нет, здесь надо повлажнее. Почти не красит. Угу. Стараемся одним движением, но как получается. Я как бы крашу воросом. Лучше всего двигаться от края к центру. Теперь обводим глазки. Довольно густым, хорошим слоем. Фух. Этот теперь получился маленький. Можно исправить. Увеличить его. Пока не поздно. По чуть-чуть, по полмиллиметра. Отлично. Теперь мы должны оставить блик. Если мы будем потом сверху пытаться его нарисовать, то у нас ничего хорошего не выйдет. Довольно большой такой белый кружочек. Рисуем его в левом верхнем углу каждого глаза. Обратите внимание, не тут с этой стороны и с этой стороны, а оба слева. Вот тут и тут. Иначе будет ощущение, что он косо-глазый. И можно оставить два маленьких кружочка с правого нижнего угла. Блики это источники света, которые есть там, где находится сейчас единорошек наш. И заполняем пространство черной краской. Есть! Осталось нарисовать реснички. Они у нас будут очень простые. Вот в этой верхней части просто выводим такую маленькую-маленькую запетушечку. Она сначала толстенькая, а потом становится все тоньше и тоньше. И с противоположной стороны делаем то же самое. Вот так. Ну что, милашка, правда? Такая хорошая! Теперь нам осталось все самое простое. Это сделать такие, как запетушечки в ушках. Петелечка такая. То есть рисуем полосочку сверху. Раз. И туда вниз закругляем ее. Можно ее замкнуть, можно оставить вот такую открытую, без разницы. Это у нас ушки. Так. Черный цвет. Довольно яркий, но полусухая кисть. И теперь мы должны дать тени вот в этих местах, где у нас элементы сходятся. Раз. 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 Очень тонкая линия. Вот для чего нужна тонкая кисть. Вот тут вот можно дать тень. Вот в этом месте. И обратите внимание, я не довожу их до конца. То есть они где-то посередине находятся. Или в начале элемента. Вот тут я ее рисовать не буду, эту полоску. Иначе будет по-детски слишком. Мы хотим, чтобы наш пряник выглядел, как будто его рисует профессиональный художник. Поэтому начинаем яркой краской, тенью. И где-то в середине ее бросаем. Вот тут вот можно поддать яркости вот этой тени. То же самое на копытцах. Раз. И ушли. Раз. И ушли. Раз. И ушли. Вот тут вот можно две ножки выделить. Видите, они слились. А мы их раз и отделили. Естественно, под копытцами тоже можно дать тень. И опять же, обратите внимание, она не везде. Она только... Ну, в данном случае у меня она слева. Вот тут вот тень дадим на копытце. Снизу опять же подчеркнем. Вот тут можно дать тень. Очень тонкие линии. Если у вас не получается рисовать тонко, кисть не подходит или руки не позволяют этого сделать, то не рисуйте их, пожалуйста. Оставьте так, как есть. Это тоже хорошо. Но с тенями, согласитесь, все смотрится более эффектно. Работа становится как бы завершенной, что ли. И опять же здесь. Начинаем вот отсюда. И чуть-чуть протягиваем эту линию до середины. В середине бросаем. Края то же самое. Начинаем с краю. До середины дотянули, не доходя до предыдущей линии. И бросили. Здесь. Тут. Вот от тела можно ее отделить, да? Мордаху можно продублировать. Упс. Даже вот тут можно дать смело черный тон. Ну и не перечерните, конечно же. Нам слишком яркий тон совсем ни к чему. И здесь, на спинке. Ну, пора остановиться. Знаете, лучший враг хорошего. Вроде симпатично. Достаточно. У меня под рукой не оказалось хорошего золотого красителя, поэтому буду смешивать античное золото с бронзой. Это мы будем наносить сухой кистью. А здесь у меня тоже металлический краситель. Кандурин. И я капнула туда сироп глюкозы. А также небольшое количество водки, чтобы сделать глюкозный сироп немножко жидким. Если нет глюкозного сиропа, вы можете воспользоваться медом. Я тщательно развожу сироп глюкозы, воду или водку и кандурин. Макаю в них всю кисть хорошенько, тщательно. Затем снимаю излишки. И наношу эту смесь на те элементы, которые мы хотим, чтобы оказались золотыми. То же самое я повторяю со звездочками и с цифрой. То есть нам нужно именно сделать пряник липким. Как бы вмазываем сироп глюкозы в пряник. А не просто поверхностно наносим, чтобы были разводы. Вот так не годится. То есть жирный слой нам не нужен. Нам нужен очень тонкий слой. Но тот, который мы тщательно распределили по прянику. И быстренько, пока сироп глюкозы не подсох окончательно, мы возвращаемся к первому прянику, который мы глюкозили. Набираем на сухую синтетическую кисть номер 8 или 10. Металлический краситель, порошок. И покрываем элементы. Впоследствии я стряхну этот кандурин, который у меня оказался вокруг. Но сейчас этого делать не буду, потому что рожек еще не подсох. Посмотрите, как обалденно блестит. Просто невероятно. Так, сбоку еще. Ага. Ну вообще красота. Так, что у нас? Вот эта звездочка была первая. И то же самое проходим. О, уже подсохла. Надо очень быстро работать. Втираем. Кандурин. Сильно не давите, потому что, вот смотрите, я тут надавила, и глюкоза же еще не до конца высохла. И у меня смазался верхний слой. То есть работайте исключительно ворсом. Втирайте ворсом. Ни в коем случае не металлической вот этой вот штукой. Угу. Стряхну металлик с пряника. Ну что, у нас все готово. Можно украшать торт. Еще чуть не забыла. Если вы собираетесь эти пряники не на торт сразу ставить, а, например, упаковать и продать кому-то или угостить, то желательно это сделать, когда глюкоза внутри полностью подсохнет. То есть сейчас все еще пряники липкие. Дождитесь этого момента. Зимой это может быть полчаса, а летом может быть и три часа, потому что важность высокая. То есть не отдавайте пряники липкими, иначе все к пакетикам пристанет, и это будет брак. Вы все испортите. Поэтому ждем полного высыхания. Пробуем пальчиком, как оно там. Липнет, не липнет. И только после этого упаковываем. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него в любой своей социальной сети, или группе в WhatsApp, в Telegram. Это очень поможет продвижению моего канала. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, и обязательно загляните в закрепленный комментарий. Там я собрала для вас самые полезные ссылки по украшению тортов пряничными топперами.